В Казахстане активно реализуется концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Благодаря этому в стране достигнута позитивная динамика расширения прав и возможностей женщин. Сегодня представительности Слава Упола Атравской области успешно реализует себя как в профессиональной сфере, так и в общественной жизни. Продолжение темы в следующем сюжете. Одним из направлений политики Казахстана являются вопросы защиты материнства и детства, расширение прав и возможностей женщин. Успехи, достигнутые страной в сфере семейной и гендерной политики, стали возможными благодаря эффективному взаимодействию государственных органов и гражданского сектора. Сейчас основное внимание уделяется обеспечению максимальной поддержки экономических и политических позиций женщин. В обществе, говорит главный инспектор комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Акиме Атравской области Замцогуль Жалмурзина. В последнее время, особенно после пандемии, женщины всё чаще заявляют о своих правах в обществе. Также заметен рост числа женских неправительственных организаций. К примеру, многодетные матери создали общественное объединение, которое решает проблемы таких же многодетных мам. Если в прошлом году число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составляло более 73 тысяч, то 50% из них составляют женщины-предприниматели. У нас нет женщин-акимов, но есть сектори маслехатов районов, что также говорит об их активности. Доля женщин среди депутатов маслехатов всех уровней по Атравской области составляет 24%. Этот показатель также увеличивается. Отметим, что представительницы прекрасного пола Атравской области также принимают активное участие в деятельности политических партий. Кроме того, женщины составляют 60% государственных служащих, 90% работников здравоохранения и 92% работников образования. Особенно активны представительницы прекрасного пола и в общественной жизни. Так, в области работает несколько объединений, чья деятельность направлена на расширение прав и возможностей всех женщин, в их числе и Альянс женских сил Казахстана. Альянс женских сил Атравской области работает уже второй год. За это время очень много сделано. Например, в целях повышения участия женщины, ее реализации в общественной жизни. У нас работала школа женского лидерства, которая выпустила уже более 30 женщин. И это уже готовый руководитель, готовый лидер партии или общественного объединения. Это готовый уже депутат разного уровня. Филиалы Альянса женских сил в этом году уже как бы планируется открыть во всех районах нашей области. И уже в селе каждая женщина будет иметь возможность показать себя, проявить себя и войти в кадровый резерв. С каждым годом улучшается стимулирование и поддержка женского предпринимательства через финансовые и нефинансовые меры поддержки. Также до 50% достигло участия женщин в реализации государственных и региональных программ. Аймбуль Харюлин, Атлег Гумаров, Тильканал Атрау.